От пациента, хотелось бы получить новое описание и комментарий Котова М.А. Уже к другому моему МРТ, Шоп и АГ. Несколько дней назад Котов М.А. Уже проводил описание МРТ головного мозга. Консультативное заключение по представленным МРТомограммам пациента 1979 года рождения дата исследования 17 ноября 2022 года область исследования Шейный отдел позвоночника, МРТ ангиография сосудов шеи, шейный лордоз сглажен, дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Тело позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены, с формированием костных разрастаний. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков с 1TH3 неоднородна за счет субхондральных изменений по типу жировой дегенерации. Отмечается сужение высоты и признаки дегидрота CE межпозвонковых дисков, преимущественно на уровне С4С7. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника, циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе к сзади. С2С3 не смещен к сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С3С4 не смещен к сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С4С5 дарсальная циркулярная грыжа 3 мм с признаками компрессии нервных корешков, с обеих сторон в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывает деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передний задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. С5С6 дарсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. С6С7 не смещен к сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний-задний размер спинно-мозгового канала на этом уровне 11 мм. C7TH1 не смещен кзади МР. Признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний-задний размер спинно-мозгового канала на этом уровне 11 мм. Зубовидный отросток С2 расположен симметрично, относительно боковых масс атланта. Соотношение в боковых атланто-аксиальных суставах правильное, конгруентность суставных поверхностей сохранена. На серии МР-ангиограмм сосудов шеи, выполненных в режиме 3D-TUV, получено изображение дуги аорты, брахиоцефального ствола, позвоночных, общих сонных, начальных отрезков наружных сонных и внутренних сонных артерий. Просветы сосудов равномерные, кровоток симметричный. Проходимость экстракраниальных сосудов сохранена на всем видимом их протяжении. Участков с патологическим кровотоком не выявлено. Просветы остальных сосудов равномерные, кровоток симметричный. Дислокации сосудов, патологической извитости, артериальных аневризм, артериевенозных мальформа ЦИ, окклюзии не выявлено. Ток крови по сегментам V1, V2, V3 обеих по симметричен, удовлетворительный. Ток крови по сегменту V4 асимметричен, диаметр правой по 2,8 мм, левой 1,7 мм. Дислокации сосудов, артериальных аневризм, артериевенозных мальформа ЦИ, окклюзии не выявлено. Заключение МР-картина дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника, межпозвонковой грыжи, с 4-5, протрузии межпозвонкового диска, с 5-6, гипоплазии левой ПА в сегменте V4. Рекомендована консультация невролога. 17 ноября 2022 года к М.Н. доцент Котов М.А. заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога, левая позвоночная артерия все же сужена в верхнем сегменте. Там где есть аномалия Кемерли, также есть одна грыжа и протрузия. Все это и может давать чувство неудобства, боли. Вам будет иметь смысл обратиться к неврологу с результатами. Вопрос пациента благодарю за очередное подробное описание МРТ и комментарии. Если позволите, пара вопросов, исходя из вашей практики, сильно ли критично сужение ПАИ и насколько это страшно. В описании рентгенолога, проводившего МРТ, упоминается патологическая извитость ВСА и рекомендации пройти котенгиографию для исключения стенозирования ВСА. Какова ваша точка зрения на этот счет? Ответ к МН. Котова МА. На МРТ мы видим не просвет сосуда, а движение крови в нем. То есть это не истинный просвет сосуда, в отличие от КТ, где виден истинный просвет сосуда. И этот момент нужно помнить. Первый, ПА по сути это второстепенные артерии, не они доставляют основную часть крови к мозгу. Также по УЗИ все хорошо. Кроме того, диаметр артерий все равно не изменить. Второй, на мой взгляд, значимой извитости нет, как и признаков стеноза. КТ-ангиография метод с высокой лучевой нагрузкой и большим количеством контраста, не стоит им злоупотреблять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»